Уже три месяца, как фитнес-клубы и тренажерные залы ждут, когда их день закрытых дверей подойдет к концу. По словам руководства, петиция – крайняя мера, буквально крик души. Финансовое положение не спасает даже тренировки на улице и в удаленном режиме. У нас каждый день, не знаю, десятки, сотни сообщений, когда же вы уже откроетесь. Туристическая наша отрасль. Написали, что мы готовы на коленях просить, чтобы нас открыли. Их открыли. Что, нам тоже на коленях встать, что ли? Какой вариант? Ну, нет, действительно, это смешно. То есть, грубо говоря, кто просит, того открывают. Сами владельцы утверждают, что организовать социальную дистанцию с соблюдением всех санитарных норм в помещении гораздо проще, чем на улице. К тому же есть пример. Смогли же достучаться до правительства парки развлечений и отдыха. В прошлом месяце они тоже писали петицию. Лады, счастливы. Я здесь с трех лет, поэтому мне это очень счастливо. Мы рядом тут живем. Очень счастливы, что открылся, конечно, парк. Ну, время придет, аттракционы откроют, да? Работать позволили, но частично, без запуска аттракционов, что очень удивило владельцев парков. Мы теперь ждем, чтобы сказали, когда нам можно работать именно аттракционами. А что это такое? Вот это как бы пояснений никаких нет, что летнее кафе, пожалуйста, в парке можно работать. Торговать какими-то игрушками можно, торговать мороженым можно. Аттракционы нельзя. Люди приходят, гуляют с детками, бегают, ругаются на нас. Вот они пришли в парк, они хотят покататься на аттракционах. Говорят, почему мы вот так издеваемся над людьми? Такая частичная работа накладывает на администрацию дополнительные расходы на обслуживание парка и уборку территорий. Нам расходов намного больше добавилось вместо доходов. То есть мы открыли летнее кафе и, получается, увеличили себе еще больше расходы. То есть мы выставили операторов на аттракционы, чтобы люди не залазили на аттракционы. И, получается, также уборка территории, вывоз мусора тоже добавилось. Мы понимаем прекрасно, что в этом сезоне мы потерпели полный крах. И если в ближайшее время нам не разрешат открыть аттракционы, то мы обанкротимся прям полностью. Откроют ли аттракционы этим летом, пока неизвестно. А вот под петиции открыть спортивные залы подписались уже более тысячи человек. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком.